Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания Святого Апостола Павла к Фессалоникийцам, или, как по-славянски, к Солунинам. Глава 2, стих 20, это последний стих второй главы, и глава 3, первые 8 стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо вы — слава наша и радость, потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Почему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере, любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами продолжаем читать первое послание святого апостола Павла к Солунинам, к фессалоникийцам. В первом стихе сегодняшнего отрывка мы читаем «Ибо вы – слава наша и радость». Апостол Павел часто говорит о тех общинах, куда он пишет, что они являются их славой и их радостью. И какими-то другими словами порой он это описывает, но суть одна и та же. Действительно, самое главное сокровище наше на небесах – это дела нашей веры, это труд нашей веры. И самым главным результатом трудов апостола Павла являются те верующие общины, которые он основал. Языко христианские. Соответственно, они и являются истинной славой и истинной радостью для тех, кто трудился на ниве возделывания веры в этих общинах, в этих городах. «Потому, не терпя боли, потому что они и слава, и радость, потому что у них тесные отношения, потому что ему интересно узнать, какова жизнь в этой общине, потому что он знает, что много скорбей и много испытаний может выпасть на долю языко-христианских общин. «Не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея». И дальше внимательно смотрите, как он описывает, кто такой Тимофей. «Брата нашего, служителя Божия, сотрудника нашего благовествования Христовым». Вы видите, какой это был замечательный человек. И о чем можно подумать? Толковая Библия Лопухина как раз-таки нам и отвечает на этот вопрос в своем комментарии на этот отрывок. Дело в том, что сперва можно подумать, что речь идет о том, что посмотрите, ради вас какого человека от себя отрываем. Он нам нужен здесь, а мы отправляем его к вам. Но не для этого он это делает. Для того, чтобы показать и, так сказать, положить груз ответственности на фессалоникийцев, пристыдить их. Нет, не для этого, говорит здесь эти слова апостол Павел, и показывает важность Тимофея для апостола Павла. Нет, он показывает, что они важны для апостола. Не Тимофей важен для апостола, а фессалоникийцы прежде всего важны. Поэтому такого человека, которому апостол Павел глубоко доверяет, и которому действительно в какой-то момент и будет нуждаться, но он ради фессалоникийцев, чтобы они поняли, что они дороги апостолу Павлу, важны ему. Вот для чего он перечисляет все эти достоинства сотрудника апостола Павла Тимофея. Зачем он посылает его? Чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Действительно, путь христианства – это путь скорби. И как писал святитель Лука Крымский, «Я полюбил страдания». Действительно, воскресенье не может быть без Голгофы. И христианство не обещает нам устланной дороги широкого пути, устланной цветами дороги, да, широкой. Христианство предполагает узкий путь, о чем и говорит Спаситель. К греху, к погибели ведет широкая магистраль. К спасению идет узкая тропа. Соответственно, на этой тропе встречаются и радости, и в том числе скорби. Об этом не нужно забывать. Апостол посылает Тимофея для того, чтобы он утешил фессалоникийцев в их скорбях и укрепил в вере, ибо он знает, как легко сбить человека, находящегося в стрессовом состоянии, с верного пути. Обещать, так сказать, легкий путь свернуть с дороги. Так всегда происходит и в современном нашем мире. То количество людей, которые попадают в секты, показывает, что именно в трудной жизненной ситуации, в какой-то проблемный, кризисный период, человеку легче всего сбить с его пути и завладеть его сознанием. И апостол Павел знает, что много ходят таких ищущих сознания других людей. И ходит много противников благовестия, дабы сбить христиан с их пути, потому что они считают, что этот путь ложный. Буквально противников благовестия лже-братьей, как говорит апостол Павел. «Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Почему я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд». Действительно, мы знаем это из примеров других посланий, из посланий к Коринфянам, из посланий к Галатам, что апостол Павел трудится, основывает общину, потом приходят лже-братья и разрушают все то, что созидал апостол Павел. И он хотел бы уточнить, узнать, не случилось ли такого же, так сказать, сценария у фессалоникийцев. «Но теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились с вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Действительно, жизнь во Христе и радость от того, что собратья по вере стойко держатся предания Христова, предания Евангельского, она вдохновляет. Действительно, пример святых для нас всегда является мотивирующим, вдохновляющим. Мы смотрим на них, как на совершителей веры, но мы должны также и оглядываться вокруг, на тех приходах, куда мы ходим, в монастырях, куда мы приезжаем. Мы должны видеть эти примеры. Среди нас, в повседневной жизни, в повседневной нашей культуре, мы должны видеть культуры христианской, прежде всего, культуры духа, прежде всего, внутреннего целостного мировоззрения христианского. Мы должны видеть такие примеры в окружающих нас христианах, и, глядя на этот пример, мы сами будем вдохновляться, как вдохновляется апостол Павел, глядя на фессалоникийцев. Поэтому ни в коем случае мы не должны унывать, ни в коем случае мы не должны опускать руки. Мы должны радоваться о Господе, глядя на то, что окружает нас, ибо радость – это лакомцевая бумажка нашей человечности. Тот человек и тот может прощать, кто может сорадоваться успехом другого человека, если они, конечно, не порождены грехом и греховными поступками. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем стремиться именно к такой церковной жизни. Также будем молиться, дорогие братья и сестры, помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страницей обращается к нам. Всем радости о Господе. И до новых встреч!